Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошенченко, город Челябинск, группа компании Skyway. И сегодня, 12 числа, мы проводим с вами такой второй вебинар именно со мной. Хотя у нас были вебинары уже, первый вебинар, где посчастливилось проводить в числе первых. Я думаю, многие из вас на нем присутствовали. Пожалуйста, поставьте по 10-бальной системе, как слышно меня и видно. Добрый вечер, добрый вечер, доброго дня кому-то, возможно. Трещит, да вроде у меня 51%, должно быть все идеально. Пожалуйста, поставьте по 10-бальной системе, как меня слышно и как меня видно. Благодарю. Да, сегодня рисовать ничего не буду, сегодня будет вопросы и ответы и немножко пожелания. Все окей, спасибо большое. Юра Зубер, ты здесь? Юра, Юра, поставь, напиши, пожалуйста, здесь. Юра, я видел тебя, ты здесь. Да. Просто, к сожалению, на прошлом вебинаре я не дал тебе слово, но в любом случае я, Юра, привет, да, ручку, пожалуйста, обозначь, ручку, ручку, обозначь слово, я тебе дам слово. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас 12-е число, то есть уже приближаемся к середине января. И просто-напросто обратите внимание на свои структуры, на те объемы, которые у вас проходят по инвестициям. Это очень и очень важно. Я сегодня об этом буду говорить. По одной простой причине, что вот только что от меня у нас в Челябинске в данный момент 9 часов вечера, я нахожусь в офисе, хотя в то время, как у меня жена 3-го числа сломала себе руку, и я почему сейчас прихожу в офис не в 12.00, а в 2 часа по нашему времени, и что я готовлю обед, что я все приготовлю, даже хлеб режу и так далее, для того, чтобы у меня Дина, моя жена, могла свободно одной левой рукой разогреть себе что-то, покушать и так далее, и так далее. Так оно и есть, на самом деле это жизнь, это, как сказать, жизненная ситуация. И в Крым, почему я не вылечу в ближайший месяц, по одной простой причине, что 45 дней у меня, у Дины, у моей жены будет висеть этот, ху-ты господи, присломанные руки это что-то, правую, правую руку, да, правую руку именно, а у ней правая рука, да, гипс будет до, ну, еще больше, чем месяц, 3-го числа и более чем месяц, поэтому я буду находиться в Девчерябинске. Хотя Андрей Коробко, наш лидер из Крыма, мне звонит постоянно и просит прилететь в Крым, но придется ему поработать сейчас одному. Будет срочно какие-то моменты по адресным проектам, а они будут в любом случае, я вылечу, но может быть на один-два дня максимум, да. Людмушка, спасибо, гипс, да, абсолютно точно гипс. Словно, как я заживаюсь за 20 дней. Ну, Ириночка, да, это чудесно, замечательно, я благодарю всех за то, что вы пишете, но у нас здесь очень интересный молодой человек, профессор, молодой человек уже профессор, господин Петров, вот, то, что он порекомендовал, то мы все соблюдаем, я всех благодарю за это пожелание. Плюс к этому, по новостям, по новостям, которые я хотел озвучить, прежде всего, хотите вы или нет, но кальций обязательно, кальций обязательно, ребята, кальций это обязательно. И Гузель сегодня прилетела в Минск, то есть, из своего круиза по Средиземному морю, в ближайшее время она, я думаю, будет записано интервью господином Кириченко, да, по поводу вот этого круиза, семидневного круиза по Средиземному морю. В ближайший месяц она вылетит в Килимаджаро, это покорение второй вершины, самой высокой точки Африки, это вторая вершина у нее будет, где она установит сварк Скайвей, это тоже знаковое событие, такое знаковое событие, знаете, для себя, для нас может быть, а может быть, не знаю, кто как к этому отнесется, но это вот, вот, де-факто это будет. Далее, что я хочу отметить, очень хочу отметить, заметьте, какая тишина по новостям, то есть по новостям тишина, заметьте, тишина перед бурей, как, по-моему, Людочка писала, да, на прошлом вебинаре, тишина перед бурей, и действительно, де-факто так она есть, по одной простой причине, что, ребята, вот, как я вам говорил, вспомните мои слова в феврале, возможно, не в феврале, а буквально через 10-15 дней, вы узнаете новости, я вот так, как бы говорю, так знаете, пессимистический прогноз, оптимистический прогноз, не просто прогноз, а основе той информации, которую мы уже знаем. Так вот, все пишут, вот, завтра, там, послезавтра, когда там закончится вход в корневую систему, предхватится продажа акций и так далее. Вот, действительно, это может произойти когда угодно, когда угодно. По одной простой причине, что те же Арабские Эмираты, арабские страны арабского региона, то, что они намереваются начать и профинансировать целиком строительство скоростного участка длиною первый участок 30 километров и дальше продление до, как говорится, куда угодно, до Европы, любой регион, до России, куда угодно, страны СНГ, и вот эти участки будут сертифицироваться по ходу строительства. По ходу строительства. Что это означает для нас? Это означает, что не будет такого тупикового участка, хотя он не тупиковый, и это то же самое, этим занимается Виктор Ильич Бабурин, Анатолий Довальевич Юницкий, прежде всего, вся команда разработчиков, проектировщиков, тех людей, кто анализирует именно наш, скажем так, коммерческую составляющую проекта. Так вот, не просто, чтобы был тупиковый участок 22 километра, вот они прогнали, мы прогнали, показали, и все остановились, чтобы было дальше продление. Ребята, напишите, со звуком нормально, если нормально, напишите плюс. Светочка, у себя на компьютере отрегулируйте. Так вот, вот эта коммерческая составляющая в Аратских Эмиратах, она может оказаться такая, что начав строительство и построив буквально, может быть, первые 2-3 километра, уже будет практически закончена сертификация. То есть не до разгона транспортного строительства в 500 километров, но уже что-то будет получено. Для того, чтобы дальше этот участок пошел на тысячи и тысячи километров в Европу, в Россию, в Англию, куда угодно. Вот это понимание коммерческой составляющей, о чем говорит Виктор Ильич Бабурин, последний его выступление, дай бог памяти, когда было, это 8 или 9 числа, в Москве, кто был в Москве, те слышали, кто не слышал, послушайте, пожалуйста, в чатах это все выставлено. Какое-то понимание, что для нас важно. Если, как он говорил мне лично, Григорий Михайлович, Крым, это чудесно, замечательно, но коммерческая составляющая, построить буквально километровый участок, переход через Крымский, в Севастополе, через залив, это чудесно здорово. Там окупаемость будет хорошая. А дальше что? Вот если дальше есть построек 2-3 километра, а дальше будет еще 30 километров, 300 километров и 3000 километров, вот это основа нашего, скажем, нашей коммерческой составляющей. И сегодня мы очень много общались, сегодня, именно сегодня, с новыми людьми, которые, понимание, кто-то приходит на идею, кто-то приходит на деньги. Но говорят так, что деньги приходят только тогда, когда у вас есть действительно глобальнейшая идея. Идея, которая в конечном счете поддерживает гигантское количество людей. А нашу идею не просто поддерживают, а уже официально, официально, самые чиновники высшего ранга не просто поддерживают, а говорят, что да, мы согласны, дайте нам сертификацию. Я могу всех поздравить еще раз. Мы получили первый сертификат соответствия двух наших трасс. Это городские и прогулочные трассы. Сертификаты соответствия, что имеет гигантское значение. Это то, к чему ушли три с половиной года. А точнее говоря, Анатолий Дуашиницкий со своей командой основной, он шел практически более 30 лет. Мы к этому пришли. Осталась последняя, высокоскоростная трасса. Высокоскоростная трасса, скорее всего, я подчеркиваю, скорее всего, будет реализована в Арабских Эмиратах. Это будет там и реализовано, и сертифицировано. Далее сертификация будет получена в странах СНГ. Это страны Содружества Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, Киргизстан. И где это будет в первую очередь, ну, дорогие друзья, зависит и от нас, и от политических моментов всевозможных, и прежде всего, от желания государства, того или иного, или стран-государств, которые хотят, чтобы самые переговорные технологии были у нас. Нам с вами очень повезло, как Виктор Тарасов говорил на одном из своих вебинаров, что то, что Анатолий Довальевич Яницкий пришел, ушел, вернее, ушел с технологией в Белоруссию, это самый главный плюс. Это было сказано практически более двух лет тому назад Виктором Тарасовым. И сейчас это подтверждается, что Лукашенко, вот именно правительство Белоруссии, руководство Белоруссии целиком и полностью поддерживают не просто новейшие технологии, а не только в IT-технологии, не только в крипто-направлениях, технологии блокчейн, но и самые передовые технологии, прорывные технологии, которые могут изменить вообще всю ситуацию на мировом пространстве. Мы с вами занимаемся самой высоко капитализируемой областью, это то, что сделали совместно, как сказал Анатолий Довальевич Яницкий, его первый, не первый, а второй даже его ролик, обращение к людям. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации, то, что создал Цефинсон, Форт и Боин. Вот это очень и очень важно понимание. Кто проводил сертификацию, Юра, правильно, пишет в кабинете, не полетитесь, посмотрите, там все это есть, все данные, все абсолютно есть. И один из руководителей сертификационного центра, один из, скажем так, один из тех специалистов, который 10 лет тому назад давал заключение по нашей технологии, что это невозможно, что это практически невозможно сделать. На сегодняшний день это, он признал, что это де-факто это есть. То есть, это отрицать уже просто нам что невозможно. Так, Петр, Георгий, я не знаю, что у вас не получено, что у вас не получено, не знаю, кольцать будет. Да, Юр, Петр, я сразу читаю ваши вопросы и отвечаю на вопрос. Ребята, задавайте вопросы, я буду по ходу дела на них отвечать. По поводу сертификации грузового юнитрака. Грузовой юнитрак, это даже позавчера Сибиряков Сергей Анатольевич и Алексей Суходоев говорили о том, что и не только они говорят, но и это де-факто есть, сейчас готовится к сертификации именно грузовая трасса. Но она сама по себе, просто поймите, сертификация самого транспорта, она уже сделана, она де-факто есть. А вот тоже разгрузочные терминалы, то, что мы покажем, их может быть огромное количество вариантов, начиная с того, что то, что по арабским мемориатам, это, допустим, разгрузка, погрузка, перемещение жидких, ну, допустим, скажем, жизненного газа, природного газа. это одно. Грузы, которые являются, ну, скажем так, типа угля, уголь, уголь, это другое, руда, порода, это третье, может быть, все, что угодно, контейнеры, перевозки, то есть, вот эти, эти моменты, все будут разрабатываться и сертифицироваться под конкретные проекты. И для того, чтобы это сертифицировать, здесь буквально нужен один месяц. То есть, это очень и очень быстро будет сделано. По поводу сертификации грузовых трасс. Сама по себе трасса, она сертифицирована. Если грузовые терминалы будут перевозить со скоростью 150 км в час, при этом дешевле аналогов в десятки, в сотни раз, из Арабских Эмиратов, из Порта, в Европу, в Россию, куда угодно, то это, согласитесь, это очень и очень большой коммерческий, это большая коммерческая составляющая для нас прежде всего. И для тех, кто в этом будет участвовать, для наших партнеров. Это по поводу сертификации. А по поводу скоростного участка, почему сейчас все это вот как бы тишина идет, потому что, ребята, наберитесь терпения, чуть-чуть терпения, либо это будет, начнется стремительно строиться в Беларуси, 22 км, но это может быть тупиковый участок. То есть, как только будет принято решение, что тут же начинать, и будет совместно, частное, государственное партнерство с правительством Беларуси, а это очень и очень возможно, и пойдет скоростная трасса на Минск, Москва, дальше, ради бога. Но просто затратить деньги на то, чтобы построить тупиковый участок, ребята, ну, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, если нам Арабские Эмираты предлагают начинать строительство скоростной трассы в Арабских Эмиратах, и при этом, при этом, заметьте, тут же финансирование идет, и тут же идет дополнительно коммерческая составляющая, продолжение этой трассы еще на 50 тысяч километров, а то на миллион километров в дальнейшем разделение по разным странам, по разным государствам, то есть, вот просто задумайтесь об этом. Плюс к этому, вот очень многие ребята задают вопрос, он правильный вопрос, знаете, такой вопрос грамотный, по поводу того, что, а как вот, как мы сможем одновременно, помните, на вебинарах раньше я говорил, что возможно, что мы начнем, невозможно, мы начнем строиться одновременно на всех континентах, как это возможно, вот это как раз технологии 4.0, слушали, да, 4.0, это значит, что используя технологии, новейшие технологии блокчейн, то есть, мгновенная передача информации, правильной информации, грамотной информации, куда угодно, то есть, если в новой разработке Юнибуса, либо же Юнитрака, либо же Юнибайка, либо же путевой структуры, появится какой-то новый компонент, то, что разработает наш проектный институт, то он одновременно тут же появляется в чертежах, в документации по всему миру у всех наших партнеров, у господина Рода Хука в Ирландии, в Индии, где, в Монголии, я не знаю, где, в Китае, в России, где угодно, мгновенно, а вот уже то, что будет на местах, и почему я сейчас об этом сейчас заострю внимание, что, ребята, если кто-то приостановился в возможности вот стучаться головой в стенку к нашим чиновникам российским, я сейчас говорю про Россию, хотя у нас партнеры здесь со всего мира, так вот, продолжайте стучаться, продолжайте показывать, продолжайте доказывать и убеждать, что мы прошли сертификацию, что мы, де-факто уже есть, и вот эта составляющая, ну, хочется, чтобы за державу, как говорится, обидно, чтобы в России все-таки эта технология появилась в числе, ну, не то, что самая первая, но хотя бы в числе первых, а может и вторых, а может и третьих, и эта составляющая, она имеет очень большое значение, то есть, это не значит, что бежать тут же, стучаться непонятно куда, изучите, если у вас есть такое, скажем так, такая возможность и желание пообщаться с администрацией, с кем-то и так далее, выводите на кого угодно, на меня, на Маслова, Володю, на Сибирякова, на Суходоева, в конечном счете даже на Багурина, Викторе Игоревиче, выводите, ну, и самое главное, конечно же, ну, там уже вас выведут на Бадульна Кирилла, это руководитель адресных проектов группы компании Skyway, вот, вот как бы такое пожелание, ну, и какие бы пожелания не были, вот сегодня я обзвонил, сегодня у меня три человека, три в моей личной структуре, три человека, которые не делали ни одной инвестиции, сегодня сделали инвестиции, не такие большие, но сделали, после того, как я им покажал те материалы, которые есть на сегодняшний день, это, ребята, очень важный момент, по всем своим структурам, вот, не поленитесь, ну, я прошу вас, Христа ради Бога, это наша с вами работа, Анатолий Эдуардович Юницкий, 430 человек, которые делают свою работу каждый день на тысячу процентов, наша с вами работа, это инвестиции, и то, что мы с вами делаем каждый день сами, каждый месяц сами, инвестиции минимальные, пусть даже самые минимальные, ну, нам необходимо делать, нам необходимо финансировать, чтобы наша технология состоялась, и если никто завтра не будет финансировать, поверьте мне, что Анатолий Эдуардович Юницкий этот вопрос решит в любом случае, и самое страшное для нас, что через месяц, через два месяца будет объявлено, что вход в корневую технологию закрыт, продажа акций прекращается, это для нас страшное, не совсем страшное, почему, потому что, но шанс стать совладельцами самого крупного бизнеса, за всю историю цивилизации, он может закончиться завтра, и это де-факто, это есть так, мы находимся на 10 этапе, переходим на 11 этап, и вот то, что я в чатах считаю, что ребята многие пишут, ну, там вроде как Сибиряков Сергей Анатольевич говорил, что завтра может закрыться вход, послезавтра и так далее, уже говорит, два года, может закрыться, может закрыться, да, де-факто, мы не можем сказать когда, но он может, это может произойти буквально завтра, завтра Арабские Эмираты проплачивают целиком, выкупают остальные акции, закрывают корневую технологию, и де-факто, мы с вами являемся совладельцами самого крупного бизнеса, кто успел, кто не успел, ребята, подождите следующие возможности, они есть, я не говорю, что это вот чисто Skyway, все, больше в мире ничего нет, но, помимо всего прочего, это еще и, помимо коммерческой составляющей, это идея, я хочу иметь сопричастность к тому, что поменяет глобально весь мир, да, Виктория, кто не успел, тот опоздал, только мы это не в плане злорадства будем об этом говорить, а мы будем говорить, ребята, шанс есть, услышьте, не услышьте, это ваше право, хотите подождать, как многие говорят, когда я увижу, вот там в Челябинске, когда поедут вот эти ваши маршрутки, новые, электрические, я приду, я говорю, да, придете, если вы будете финансово грамотными, но, к сожалению, финансовая грамотность у нас равна нулю, поэтому нам очень непросто бывает доказывать, убеждать и так далее, и так далее, поэтому самые основные инвестиции идут из Европы и из других стран, потому что там финансовая грамота, соедините меня, дорогие друзья, но на тысячу процентов более высокая, чем у нас в России, поэтому самые крупные инвестиции идут из Германии, из Венгрии, из Чехии, из Словакии, из Прибалтийских стран, и это благодаря не мне даже, почему, потому что у меня очень мало инвесторов из Европы, бывшие из России и стран СНГ в основном, но это Ирина Волкова, Ирина Аджаны, Владимир Маслов, ну и, конечно же, Алексей Суходоев и так далее, это наши ребята, которые, вот, Лариса Артамонова, это просто невероятный мотиватор, человек просто потрясающий, они очень хорошо дружат с Магасумовой Гузель, и вот благодаря этим людям к нам приходят инвесторы с Европы, почему, потому что они инвестиционно грамотные, и они оценивая риск, грамотно инвестируют, но инвестируют, ребята, не по 50, не по 25 долларов, а по 1000 долларов в месяц, по 2,5, по 5000 долларов, и опять же, это не осуждение, финансовые составляющие разные, если пенсия в Европе в среднем, допустим, 1000 долларов, 1000 евро, 1500 евро, то у нас с вами, ну, 100 евро, я говорю, вот как бы сравнительные анализы, или я не говорю минимальная зарплата, ничего не говорю, но, если мы в России, мы с вами в России, можем инвестировать, вот просто посчитайте, возьмите калькулятор, что мы в миллион человек, 1% россиян, проинвестируют хотя бы по 25 долларов, посчитайте, какие ежемесячные инвестиции пойдут в проект, для того, чтобы это состоялось. Юра, сейчас, секунду, я тебе дам слово, сейчас, одну секунду, дорогие друзья, я просто, я просто обязан дать слово Юру Зуберу, почему, потому что он очень много нам помогает, проводить вебинары, потому что это человек, который пишет сам книги, потрясающие книги, изумительные книги, сейчас, одну секундочку настроить, права, я давно не давал права, так, 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 видео-просляции, видео-просляции, окей, так, Юра, я тебе представляю слово, буквально 5, максимум 7 минут, для того, чтобы ты высказал свое мнение, и плюс к этому, я тебе прошу, презентуй свою, не свою книгу, даже своего товарища книгу, почему, потому что твои, твои книги, первая даже твоя книга была, действительно, потрясающая. Добрый вечер, пожалуйста, поставь, или не десяточки, ну, по десятибалльной системе, как меня слышно, как меня видно, пожалуйста, отлично, ну, значит, все, можно продолжать, очень рад вас видеть, слышать, ну, слышать, не слышу, но, по крайней мере, чувствовать то, что ваше присутствие соскучился, девятка, может, чуть-чуть громкость добавить, и в первую очередь, я хочу поздравить всех с Новым Годом, и с наступающим уже старым Новым Годом, пожелать Новому Году, в первую очередь, здоровья, здоровья, и еще раз здоровья вам, вашим родным и близким, потому что это основа всего, спасибо большое, мне тут взаимно уже желают, кроме этого, пожелать оптимизма, пожелать веры в себя, пожелать мира, в первую очередь, мира в душе, и мира на вашей земле, потому что это тоже важно, и пускай все ваши мечты, все ваши желания, пускай все, все, то, что лучшее, вы себе пожелали, пожелали вам в эти новогодние праздники, пускай все сбывается, конечно, очень сложно после Григория Михайловича, как-то еще мотивировать вас, для того, чтобы вы действовали, в рамках нашего чудесного проекта, Skyway, потому что, ну практически все уже сказано, единственное, что я хочу от себя добавить, как от простого, от простого инвестора, я действительно простой советский парень, или украинский парень, неважно, то, что, если 17-й год был для проекта Skyway непростым, но очень и очень значимым, потому что, и было продемонстрировано, но новые виды транспорта, и самое главное, получен сертификацию ответствия, на два вида транспорта, в этом году, в этом году, нас ждет еще больше событий, и еще я верю в том, что это будет еще более значимые события, мы все ждем, даже не сколько прихода арабских шейхов, а сколько действительно, начало строительства, в любой точке мира, пускай это будут Арабские Эмираты, пускай это будет Индии, Индонезии, в любой точке мира, я верю абсолютно в это, в этом уверен, то, что в 2018 году начнется строительство, где это покажет время, но то, что это будет, я в этом практически не сомневаюсь, а может даже во всех трех странах, которые я перечислил, вернее не я, а до меня перечислил Виктор Бабурин, возможно, еще в каких-то странах начнется строительство, потому что вот последние события, которые, последние новости, которые я смотрел буквально вчера, позавчера, что в швейцарских Альпах буквально несколько курортных поселков занесло снегом, и там нет никакого сообщения, ни автомобильного, ни железнодорожного, и просто и жители этих поселков, и туристы, десятки тысяч туристов, попали просто в снежный плен, что называется, их там самых богатых вертолетами перевозят, но каким образом, там по пять человек вертолет забирает, ну по сто, двести человек буквально за сутки, это не выход, поэтому то, что наша система востребована в таких точках будет, это просто вопросов нет, даже можно сказать, супер востребована, и я так думаю, что наша задача действительно, то, о чем сказал Григорий Михайлович, это просто спокойно, без надрыва, но продолжать финансирование, причем абсолютно не важно, мы финансируем пять тысяч долларов, или двадцать пять в месяц, вернее, это важно только в том плане, что либо мы станем богатыми, либо мы станем очень богатыми, но все люди, которые регулярно финансируют, хотя бы по двадцать пять долларов в месяц, они станут очень состоятельными людьми, причем очень быстро станут, потому что сейчас вот некоторая часть общества, допустим, помешалась на криптовалютах, на биткоине, но если посмотреть, скажем так, кривую, как биткоин рос, вот он в 2009 году был создан, и потом в течение там четырех, и даже пяти лет, он практически ничего не стоил, потому что его поддерживали только группа энтузиастов, а потом за там несколько лет он резко поднялся вверх. То же самое будет со Skyway. Вот три с половиной года наше обязательство потихонечку, 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 очень даже потихонечку, многие хотели, чтобы гораздо быстрее, но потихонечку, но растут. И потом вот в этом году или максимум в следующем году, я абсолютно практически в этом уверен, что будет рост, резкий рост стоимости обязательств, которые в ближайшее время станут полноправными акциями. Поэтому не переживайте ни в коем случае. И самое главное, я так думаю, что после такого мотивационного выступления Григория Михайловича обязательно надо действительно обзвонить своих знакомых и сказать, что есть такое понятие, как окно возможностей. Вот оно сейчас пока еще открыто. Но в любой момент оно может превратиться в форточку, а потом и захлопнуться. Конечно, будут другие возможности. Можно будут вкладывать в адресные проекты, может еще в какие-то проекты, кроме SkyWay. Но вот этой супер возможности, а я не зря сравнил SkyWay с ростом с биткоин, потому что по капитализации SkyWay очень возможно, что даже и превзойдет биткоин. Ну посмотрим, жизнь покажет. Но факт остается фактом, что скорее всего по капитализации это будет супер капитализация, потому что биткоин не подкреплен ничем, и даже разработчики об этом говорят. А SkyWay подкреплен супер технологией, технологией завтрашнего дня, технологией, которая действительно может изменить жизнь на планете Земля. Поэтому всем плодотворного Нового года и в заключение о книжке, которую, скажем так, я хотел презентовать, поскольку многие, слава Богу, знакомы с моей первой книгой «Властелин денег». Вторая книга написана в соавторстве. Поэтому, если кто-то захочет прочитать новую мою книгу и книгу этого человека, пожалуйста, пишите на почту. Большинство мою почту уже знает. Я с удовольствием вышлю первые главы книги. Она в ближайшее время будет уже закончена, буквально в ближайшие несколько дней, потому что мы за эти праздники тоже трудились по-своему для того, чтобы написать новую книгу по финансовой грамотности, которая будет доступна для большинства людей. Поэтому, Григорий Михайлович, еще раз вам огромное спасибо за то, что вы даете слово, даете возможность выступить и выразить свою точку зрения, свои эмоции. И я еще раз хочу призвать всех вас, пожалуйста, берите слово, потому что это будет интересно. Это будет, мы увидим новый, скажем так, новый взгляд на те же самые, скажем, вопросы, которые мы освещаем. И это будет и познавательно. И я так думаю, что Григорий Михайлович будет в ближайшее будущее давать еще практические вебинары о том, как работать с потенциальными инвесторами. И я с удовольствием со своей стороны поделюсь своим опытом. И, пожалуйста, делитесь своим опытом, потому что у каждого есть свой личный неповторимый стиль, неповторимый опыт. И он, поверьте мне, очень и очень ценен нам. Поэтому, Григорий Михайлович, еще раз спасибо, еще раз всех с наступающим Старым Новым Годом. Всем успешного, счастливого Нового Года. И я верю, что он таким и будет. Спасибо большое. Я выключу микрофон сейчас, оставлю... Раз, два, три. Да, Юра, Юра, огромная благодарность. Мы тебя давно не слушали. Вот, и действительно, я сам еще не видел книгу, не читал ее, но я больше чем уверен, что эта книга действительно должна быть потрясающей. Поэтому, дорогие друзья, не просто заказывайте у Юры. Это не... Вот поймите правильно, ребята, что это не значит, что я хочу... Тем более, что я, допустим, на этом заработаю, что-то еще, но за то, что... Вот закажете книгу, закажите, сделайте отзывы. А лучше ее разбрасывать книгу, почитаем ее, посмотрим, сделаем отзывы. И в любом случае, вот труд, труд, время – это самый ценный ресурс. Но, к сожалению, мы его не ценим. И мы считаем, что все должны получить бесплатно. Но хотя бы вы по 3, по 5, по 10 долларов вышлите Юрию за то, что он... За то... На его почту, на его... Юра, сбрось свой... Мы сейчас в Capital. В основном здесь в Capital. Группа компаний Skyway. Здесь есть ребята у нас из головной компании, из фонда Хавратова Андрея Федоровича, из Capital. Но в основном, наверное, с Capital. Поэтому сбросьте хотя бы по 3, по 5 долларов человеку для того, чтобы он... Вот, понимаете, он сам об этом не говорит, но я понимаю, что это... Любой труд должен быть оплачиваемый. Если вы скажете потом, что «Ой, Господи, это отстой полный», он тут же вернёт вам эти деньги на внутренний кошелёк. Это вот, знаете, моё пожелание, такое простое, очень простое. Давайте помогать друг другу, особенно не просто друг другу, а тем людям, которые вкладывают душу, вкладывают энергию, вкладывают свой потенциал, своё время для того, чтобы, ну, что-то передать вот такое, знаете, такое вот своё видение. Надюшенька с братской, Надюша, у тебя уже там сколько, 12, первый час ночи, и она с нами здесь. Надюша, давно с тобой, кстати, не общались. Ребята, ещё огромная просьба. Не просьба, а приказ. Не приказ даже, а установка. Обзвоните всех своих партнёров, кто не сделал ни одной инвестиции. У вас в структуре их огромное количество, более 70%. Обзвоните, поговорите, спросите, почему ты не вложил ни одной копейки в то, что должно, ну, ну, классная штука. Человек скажет вам, мне это неинтересно, а просто попросите его, а вы посмотрите материал, а вдруг будет интересно. Другой человек скажет, вообще я занимаюсь совершенно другим сетевым маркетингом. Ради бога, занимайтесь. Только вы хотите, помните, да, я чувствую, что надо провести отдельный тренинг, тренинг разведка. Разведка, выясните потребности человека. А в чём потребности? Дети, внуки, он сам, он сам, он хочет жить, он хочет, чтобы его дети, внуки жили, действительно, в другом обществе. Даже не в обществе, а в другой экологии, безопасности, я не знаю, возможностях, вот, или хочет, или не хочет. Или он хочет, чтобы его дети и внуки жили в другом обществе. Но просто спросите, а чего он хочет? Чисто денег? Если он хочет чисто денег, ну, ради бога, пусть идёт на биржу, пусть идёт в бинарные опционы, куда угодно, Форекс, либо к Виктору Тарасову, более грамотно, с Магасумовым Гузель, где более грамотно управление средствами. Разведку. Давайте, ребята, вместе сделаем разведку. Всё, на следующий вторник, я намечаю вебинар такой, обучающий вебинар, вот именно рассмотрение вот этих вопросов. И там будут многие моменты, и эти моменты будут скинуты вам на почту. То есть, те, кто запросит материал, я скину вам на почту этот материал. То есть, действительно, как с людьми работать, не работать, даже общаться с людьми, в конце концов. Почему? Потому что, находясь сейчас в Челябинске, я уже вот просто каждый день общаюсь с десятками людей, каждый день. Хотя я прихожу в два часа дня в офис, вот, но у меня здесь помощники, Фанасьев Виктор и полковник милиции, бывший, правда, но Таушанков, Вячеслав Геннадьевич, у него свой собственный мини-бизнес, очень интересный, но в любом случае, раз-два-три. Почему-то Григорий Михайлович пока выбил из интернета, поэтому я немножко продолжу. Я думаю, что он сейчас восстановит связь. Действительно, сейчас очень важный момент в том плане, что мы можем очень многим людям помочь из своего окружения, из своих близких, родных и родственников. Хотя я знаю по себе, что с родственниками работать бывает очень сложно, потому что они, родственники, знают иногда тебя, как простого парня, и когда ты им рассказываешь о том, как разбогатеть, как стать финансово независимой, очень часто родственники и знакомые, которые знают тебя, как обычного простого парня, они не верят тебе. Поэтому попытайтесь, скажем так, где-то по душам с ним поговорить, чего они хотят в жизни, как они хотят этого достичь в жизни, и что действительно у них есть шанс очень и очень быстро и, самое главное, легко и безболезненно многих-многих целей достичь. Потому что я в свое время рассказывал, совершенно верно, вот мне сейчас Андрей говорит, нет пророка в своем Отечестве, совершенно верно, даже Иисус Христос, когда в родном городе проповедовал, его оттуда выгнали. Потому вот если, скажем так, у вас не получится с родственниками напрямую так контакт установить и доказать им, что это хорошо, давайте тогда материалы в интернете, давайте материалы в чатах, давайте материалы, если у вас есть какие-то брошюры, буклеты, книги и так далее, вот таким образом, и имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит. К сожалению, все богатыми не будут, как не раз говорили Григорий Михайлович, будут ли все богатыми? не будут. По статистике где-то 1-2, максимум 3% это богатые люди, это те, которые поняли здесь, прочувствовали здесь, а потом начали действовать. Поэтому, но вот эти люди, они двигают жизнь, двигают планету и двигают прогресс. Поэтому, опять Григорий Михайлович где-то исчез, я вас, во-первых, те, кто инвесторы, поздравляю, потому что мы с вами уже в эти 3%, 100% попали. Я имею в виду, что рано или поздно, и скорее всего, уже даже рано, мы станем все очень состоятельными людьми. Но сейчас вопрос не о нас, сейчас вопрос о том, что мы можем действительно помочь очень и очень многим людям присоединиться к нам, то есть действительно стать очень и очень состоятельными. Потому всем я сейчас попытаюсь еще, может быть, пару слов сказать. Часто вот больше всего возражений у меня, лично у меня, когда я работаю с потенциальными инвесторами, возникает о том, что люди говорят нет денег. И действительно сейчас вот в Украине экономическая ситуация, а я сам родом из Украины, она очень и очень сложная, действительно суперсложная. Но вот перед Новым Годом, перед Новым Годом я специально, ну как и все нормальные люди, заходил в супермаркет там за какими-то покупками. Я вам честно скажу, что не протолкнуться очереди аж на улицу, полки пустые, все перед Новым Годом размели, особенно размели алкоголь, дорогие продукты и все остальное. И когда люди говорят, что нету денег, это просто, я так думаю, что они просто не хотят по той или иной причине сюда вкладывать деньги. А на глупости всякие, типа алкоголь, к сожалению, деньги не мы вас видим, но пока еще не слышим. Пожалуйста, подключайтесь, Григорий Михайлович. Наш младший брат немножко подводит, но это может даже и хорошо, что я подключился, где-то значит чуть-чуть капитана, как я говорил, капитана Титаренко подстрахует лейтенант Зубер. Понятно, пока звука нет, значит пока я буду за вас, Григорий Михайлович, но я тогда буду, я думаю, что заканчивать вебинар, он у нас и так сегодня чуть-чуть затянулся, да, поэтому я думаю, что Григорий Михайлович ко мне присоединится, да, то, что действительно всем здоровья, всем вдохновения, мы работаем, как говорил Виктор Бабурин, мы делаем доброе дело, мы делаем благородное дело, и поэтому в заключение посмотрите еще сегодня, если кто-то не смотрел, Роберт Киосаки «Стать богатым за 60 минут», потрясающее видео, и там в конце есть такое понятие, что раскладывайте ваши сбережения по трем корзинам, сбережения, инвестиции, благотворительность, так вот, наш проект Skyway это одновременно и инвестиции, и одновременно благотворительность, поэтому делайте добрые дела и да поможет вам Бог. Хорошего дня, хорошего года и счастливой жизни. Спасибо большое. До новых, до скорых встреч. Правильно, Григорий Михайлович, вы поддерживаете меня? Я надеюсь, что вы поддерживаете такие слова. Всех благ, пожалуйста. спасибо всем. Михайлович, по-моему, мы вас слышим. Да, Юр, огромное спасибо, по-моему, я все-таки подключился, я думал, меня слышно, поставьте быстро плюсики, быстро поставьте плюсики, слышно меня или нет? Не слышите? Слышно, слышно, Григорий Михайлович. Я слышно, ребята, поставьте плюсики буквально еще пару секунд. Спасибо, все, спасибо. Юра, огромная благодарность за то, что ты поддержал, все сделал, все супер, супер. Дорогие друзья, и так, со старым наступающим Новым годом. Здоровье, конечно, как Юра правильно отмечает, молодец, просто, вот, не просто молодец, вот, вот он отмечает то, что здоровье вам, вашим детям, вашим внукам, всем, всем, всем нам здоровья, дружбы, мира, благополучия, вот это, наверное, самое-самое основное в жизни, а все остальное приложится. Ну, и такого, знаете, позитивного настроения, а позитивное настроение будет только тогда, когда мы занимаемся благородным делом, а мы делаем действительно супер благородное дело. И так, все, дорогие друзья, всех с наступающим праздником, воскресенье, вебинар будет в любом случае, хотя, по большому счету, Виктор Тарасов, его не будет на связи, Магасума Гузель будет на связи, и этот вебинар будет в воскресенье, он будет такой нетрадиционный, но, но, но приходите в воскресенье, рассылка будет сделана. Юра, тебе огромная благодарность. И, дорогие друзья, просьба Юры, сбрось свою почту, книгу мне тоже самое, на почту, ты знаешь, отправь, вот, я еще не читал, я больше, чем уверен, что я, естественно, я отправлю свою, свою, как сказать, десетиру, для того, чтобы, ну, должен быть взаимообмен. Понимаете, что такое взаимообмен? Это надо, наверное, отдельный вебинар проводить и понимать. Зачем понимание? Человек затратил время, а время – это не только деньги, это энергия, это, я не знаю, что, ну, просто, ребята, отблагодарите человека по одному, по три, по пять, по десять долларов за то, что он это делает. Я всем, всех благодарю и до встречи на следующих вебинарах. Юрий, тебе супер отдельная благодарность. Спасибо большое, что поддержал меня, меня вышибало здесь, я не мог ничего сделать, но ты меня поддержал. Спасибо большое, дорогие друзья, до встречи, в воскресенье на вебинарах без Виктора Тарасова, с Магасумой Гузель, с Мерзенченко Григорием и с Виталием Серовым. И, возможно, будет еще один человек, которого вы еще толком не знаете, но узнаете. Итак, дорогие друзья, всем спасибо и с праздниками, хорошего настроения, завтра хорошо встретить, а послезавтра прийти на вебинар в хорошем качестве. Спасибо. До встречи. До встречи.